Восемь случаев провалов автомобилей под лёд зафиксировано в этом сезоне на несанкционированных ледовых переправах в границах Амурска. Сотрудники ГИМС и ГОЧС в еженедельных рейдах выявляют нарушителей и принимают в отношении них строгие меры. Подробности вам расскажет мой коллега Анатолий Карпов. Кроме официально разрешенной ледовой переправы, расположенной по дороге Амурс-Коми в районе Первого моста, в Амурске существует еще несколько неофициальных съездов, которые негласно были организованы автолюбителями. Причина проста. До разрешенного съезда ехать на 15 минут дольше, поэтому и образовываются другие, с которых попасть на лед можно быстрее. Это самое популярное на сегодняшний день место, где они пытаются проехать. Ну они говорят здесь короче, да, вот как бы мы отвечаем, мы здесь безопасно, не хотят прислушиваться. Выезд на лед в таких местах крайне опасен и может повлечь за собой серьезные последствия. Специалисты борются с нарушителями, перекрывают неофициальные проезды, но все равно происходят случаи, когда через засыпанные кучи снегодорожки умудряются проехать автолюбители. Ледовая переправа у нас работает, безответственные пытаются лезть где попало. Ну и мы принимаем соответственно меры по засыпке всех несанкционированных съездов, выездов на лед, транспорта. В основном сокращают путь здесь через проблемное в этом году место. По негласной такой неофициальной информации люди, не имеющие документы на транспортное средство, либо на управление транспортным средством. Контролирующие службы держат ситуацию под контролем. Еженедельно проводятся рейды сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам, гражданской защиты администрации города и сотрудниками ГИБДД. Нарушителям выносятся предупреждения и предусмотрены штрафные санкции. Предусмотрена ответственность по этой статье для физических лиц от 1 до 3 тысячи рублей, либо в виде предупреждения. Люди обычно, на которых мы составляли, то есть мы также просьба не выезжать больше на лед, то есть люди соглашаются, да, конечно. К счастью, за весь сезон никто не пострадал. Тем автолюбителям, которым не повезло, их автомобили лишь частично попали под лед, машины по итогу достали, а владельцы понесли лишь финансовые потери и потраченное время из-за своего желания как раз-таки его сэкономить. Убедительная просьба жителям города Умурска не совершать съездов, не санкционировав на лед, а переправляться только по официальной ледовой переправе. Сейчас зима, благоприятное время для судоводителей. Можно взять и заменить, у кого просроченные удостоверения на право управления маломерным судном. Сейчас вот в данный момент благоприятные условия. Они могут прийти к нам в ГИМС. Мы можем им дать, что нужно для замены удостоверения. Все данные. И сейчас это можно с легкостью сделать.